Расширение технического парка. Для нужд Актюбинского аэропорта приобретены новые перронные автобусы, другая необходимая в зимний период техника. В планах открытие на территории воздушной гавани, дьюти-фри и строительство еще одного терминала. В аэропорту города отчитались о проведенной в текущем году работе и рассказали о планах на будущее. Итоги деятельности аэропорта были подведены в ходе заседания Совета директоров с участием главы региона. И эти итоги в целом, несмотря на сложный год, положительные. Самое главное, уже в августе удалось достичь прошлогодних показателей по пассажиропотоку. Более того, в октябре и ноябре показатели и вовсе увеличились до 8 и 12 тысяч человек соответственно. Значительно выросло число грузовых рейсов. Если в ноябре прошлого года вес завезенных грузов составлял 473 тонны, то в текущем году уже 2000 тонн. Важнейшей задачей является качественная зимняя экипировка персонала и расширение технического парка. Для сотрудников приобрели спецодежду и обувь, изготовленную в местном ателье. Были закуплены новые машины, которые и были презентованы главе региона. Для вывоза снега, при ремонте полосы, чтобы своя техника была. Ну это тоже нулевая техника. К слову, вся новая техника была необходима для качественного функционирования воздушной гавани. И, что самое главное, для улучшения сервиса при обслуживании пассажиров. Перронный автобус мы купили, но до этого все вы же летали, видели, на каком автобусе подвозили пассажиров и в каком он состоянии был. А сейчас будем возить вот теперь на этом автобусе, который соответствует всем стандартам. Купили самосвал, это для зимнее время уборки снега. В летнее время там на строительных работах, когда на полосе будут, чтобы привозить сыпучий материал. И там потом песко-разбрасыватель купили. Также купили, сейчас нам вот Акимат передал автомобиль Искания. Одну видели, сейчас буквально через час уже и вторая придет. Их мы будем использовать для обработки реагентом, полосы жидким реагентом. Большой объем работ в текущем году был проведен в аэрозалах. Так открыта кофейня с демократичными и доступными ценами. Установлены дополнительные кондиционеры. И планы у руководства вполне амбициозные. В общем зале установили станции для зарядки сотовых телефонов. Потому что это тоже немаловажная роль. Раньше, когда заходишь в аэровокзал, там сидит у розетки человек, тут сидит человек у розетки. И этого, чтобы не было, мы поставили пока одну станцию на шесть мобильных телефонов одновременно, которые можно заряжать. В ближайшее, я думаю, до конца этого года мы в каждом зале по одному установим. Еще дополнительно, для удобства наших пассажиров. Дополнительный терминал планируем бы здесь бизнес-вип-зал построить отдельно. И вот эту зону уже используют как зал международного прилета. То есть сейчас они у нас там общие практически, а это будет отдельно. Есть такие планы. Я думаю, до конца следующего года мы это осуществим. А до 16 декабря в Актюбинском аэропорту появится свой магазин беспошлиной торговли. Всем известный под модным иностранным названием «Дьюти-фри». Николай Сырбов, Жанна Дельсагиев, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.